Ваше Высокопресвященство, уважаемые участники форума, уже третий раз проходят на территории Республики Татарстан, являются во многом беспрецедентным явлением и событием. И я хочу поблагодарить, Руслан Наргалевич, прежде всего вас, нашего уважаемого Владыку Феофана, за то, что найдено вот такое решение, очень интересное, очень правильное, очень своевременное, когда и главы муниципальных образований, и священнослужители вместе обсуждают самые насущные проблемы, прежде всего, и православной конфессии, но и всех жителей, которые населяют Республику Татарстан. Православие занимает особое место в духовной сфере нашей страны на протяжении веков, формируя нравственный стержень и ясные жизненные принципы многонационального народа России. В Приволжском федеральном округе православная религия способствовала нахождению общих ценностей для десятков народов, которые столетиями совместно в мире живут на этой земле. В регионах округа на сегодняшний день сформированы 43 епархии, в которые входит 4400 приходов. Это более половины всех религиозных организаций в округе. Православными религиозными организациями ведется серьезная просветительская и образовательная деятельность. В настоящее время в регионах округа функционирует 25 православных гимназий и школ с православным компонентом. Подготовку православных священнослужителей ведут 6 духовных семинарий и 8 духовных училищ, 1 православный институт в Тольятти, в Самарской области, где общее количество обучаемых составляет почти 2000 человек. Председатель Почтического совета фонда Митебершаевши Шаймиева, трудами которого действительно этих два великолепных исторических памятника, памятника ислама, памятника православия, получили общемировой статус и, соответственно, признаны сегодня в ЮНЕСКО и являются памятниками ЮНЕСКО. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и, конечно, православная жизнь очень активизировалась в Республике Татарстан с приходом на кафедру нашего многоуважаемого митрополита казанского и татарстанского Феофана, который активно развивает православие в Республике, способствует сохранению мира, согласия между верующими различных конфессий. Его опыт, знания, жизненная мудрость являются залогом вот того единения, которое мы сегодня наблюдаем в Республике Татарстан. Я хотел бы начать со слов благодарности. Михаил Викторович, вам. И Рустам Нургалевич, вам. Для меня недавно прошло очень трогательное событие. Это вручение президентом Российской Федерации ордена. И я подумал, боже, так вот оно, соработничество. Именно по представлению вот этих двух государственных деятелей, Михаила Викторовича, Рустам Нургалеевича, была оценена не моя скромная роль о церкви здесь, в Республике Татарстан, за что низкий вам поклон. Ну, а теперь то, о чем мы говорим, собравшись здесь. Я хотел бы о взаимодействии. Взаимодействии церкви и государства. С первых дней прибытия на татарстанскую землю, пообщавшись с руководством и в первую очередь с президентом Республики Татарстан, я почувствовал, что здесь именно та атмосфера, где возможно творческое поле деятельности. И это чутье меня не подвело. Потому что хотел бы сразу сказать, за эти два с небольшим года, с какими бы вопросами я ни обращался президенту Республики Татарстан, я никогда не слышал слова «нет» – это невозможно. Я всегда находил поддержку. Даже там, где мне самому казалось нет быстрого решения. Еще раз повторяю, это является свидетельством важности сотрудничества между церковью и государством на общее благо. И вот яркий, свидетельствующий пример, конечно же, воссоздание Собора Казанской иконы Божией Матери. Вы подумайте, где и кто еще приведет такой пример, когда именно в День Единства и Согласия 4 ноября президент Республики Татарстан издает указ о строительстве Болгарской Академии Исламской и воссоздании одной из главнейших святынь Русской Православной Церкви Казанского Собора. Я бы сказал, это было эпохальное решение и золотая страница не только в жизни Татарстана, но и в России, когда, говоря о единстве, отдается дань, и то, о чем говорил святейший патриарх Кирилл, закладывается будущее, дань обращенности вновь и вновь к величайшей святыне, к иконе Казанской Божией Матери, которая на протяжении уже многих веков была и надеждой, и путеводительницей, и просветительницей нашего народа. Будь то смутное время, 6 июня 2012 года постановление Республики Татарстан Алексей Валерьевич Песошин, Сызранский-Жигулевский Фома, Республики Министры, Рядинско-Коллихизаторство и отделение дополнительной православной гимназии началось эволюции. Закладку проекта Комиссер наследники победителей пунктов сооружения общих площадь почти 120 веков.